Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества — это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. Второй группой арсеналов — это американское ядерное оружие, которое имеется на территории частью Италии, частью Германии. Общее количество ядерных боеголовок — около 200. В их число входят те ядерные боеголовки, те ядерные бомбы, которые, скорее всего, были эвакуированы из базы Инджерли в Турции. Потому что после того, как в Турции состоялся провальная попытка военного переворота против Эрдогана, разговор о том, что с Турцией будет вводиться ядерный потенциал, шли постоянно. Вполне возможно, что не вывели туда же, в Рамштайн. Значит, это бомбы свободного падения. Б-61М модификации 12 и модификации 13. Отличительной чертой этих бомб является то, что они являются планирующими и высокоточными. Точность попадания очень высокая, измеряемая сотнями метров. Значит, эти бомбы могут сбрасываться с самолетов F-35 и F-16. Носителями этих бомб могут быть самолеты, помимо Соединенных Штатов Америки, еще и Германии, Голландии, Дании, Италии. Еще одна сторона сейчас выскочила из головы, не помню. Это те самолеты, которые прошли модернизацию по программе адаптации к применению американского ядерного оружия еще в 16-18 годах. Они уже тогда и готовили к применению. То есть носитель германский, голландский и еще какой-то, а бомба американская. Поэтому я в своей терминологии, я не претендую на то, что называть это оружие, этот термин для всех, я для себя ее назвал. Это гибридное ядерное оружие. Носитель одной нации принадлежит, бомба другой. Или скажем так. Носитель одному государству, бомба принадлежит другому. С точки зрения международного права, оба государства в этом случае являются источником ядерной угрозы. Как страна, которая предоставляет ядерное оружие, бомбы, так и страна, которая применяет. А значит, обе страны, согласно этому международному праву и согласно нашим документам, могут стать целями для российского ядерного оружия, если ядерное оружие будет применено против России. Слабость программы вот этих систем вооружения состоит в том, что их носителями являются стандартные самолеты. F-16 и, может быть, и F-35. Для того, чтобы успешно применять это оружие с этих самолетов, нужно подавить нашу ПВО. То есть эти оружия могут быть применены лишь в том случае, если будет подавлена российская противовоздушная оборона, то есть противник хотя бы на одном из участков завоюет превосходство в воздухе. В противном случае эти самолеты будут уничтожены. Поэтому вот этот момент надо учитывать. Если сравнить с российскими ядерными потенциалами, то надо понимать, что Россия имеет возможность применить ядерное оружие с самолетов МиГ-31 с комплексом «Кинжал», дальность будет 2000 километров, боеголовка маневрирующая. Даже если они будут бить на неполную дальность, там на 1000 километров все, но они уходят в зону тягаемости ПВО. А перехват ракетного комплекса «Кинжал» практически невозможен существующими средствами противовоздушного оборона. Это может быть, естественно, соответственно, быть применено с оперативно-тактической ракетой «Искандер», которая также имеет квазибаллистическую траекторию. А значит, неперехватываемая, не может быть перехвачена системами ПВО НАТО. И, кстати, это хорошо продемонстрировало на Украине. «Искандеры», баллистические ракеты «Искандеры» не перехватывались вот этими комплексами. Кроме этого, ядерная боеголовка, но это всегда так делается у нас, может быть установлена и на ракеты «Циркон». Во всяком случае, я предполагаю так, это мое предположение, что они могут быть оснащены. Информация об этом, что они могут оснащены, быть есть в интернете. Потому что все противокорабельные ракеты России, или нет, Советского Союза, скажем так, имели вариант в ядерном снаряжении. Все, без исключения. П-500, П-1000 «Вулкан», П-700, это гранит. Они все имели такое оснащение. Поэтому я могу предположить, что и эти ракеты «Циркон» могут иметь такую. Ракета «Циркон» гиперзвуковая, идет по сложной траектории. Ее перехват невозможной системой МПВО. Таким образом, возможности России, не проговоря о стратегических ядерных силах, а чисто о нестратегическом ядерном оружии, располагая средствами ядерного поражения, вот такими вот, практически с гарантированной доставкой. До назначения целей. Данных о возможности использования ядерного оснащения, ракетами «Скалп», «Штормшедоу» и «Таврус» в интернете нет. Но потенциально, в перспективе это может быть. Но надо иметь в виду, что просто так поставить ракету ядерное оснащение на ракету невозможно. Для этого ракета должна быть соответствующим образом адаптирована. Данных о том, что эти ракеты могут использовать ядерные боеголовки, нету. Поэтому я их не рассматриваю. Этот вариант. Но иметь надо в виду, что эти ракеты, они дозвуковые, идут на предельно малых высотах. Цель опасная, но вполне себе поражаемая. Мы эти задачи, поражать эти ракеты умеем. И успешно решали эти задачи по поражению этих ракет. Но при этом надо помнить, что сбитая ракета с ядерным оснащением может упасть и взорваться. Или просто взорваться в результате поражения. Его и, соответственно, обеспечить довольно большую зону поражения, включая поражение того комплекса, если это не комплекс большой дальности, а комплекс малой дальности, который ее сбил. То есть она может использоваться как в таком варианте прорыва ПВО-ПРО. Ну вот то, что можно сказать о неядерном оружии стран НАТО, которые она может применить. Поэтому надо понимать, что возможности наших вооруженных сил по применению иной стратегического ядерного оружия значительно больше, чем у стран НАТО. А это означает, что в случае, если дело идет до применения... То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.